Два года назад в России стартовал переход к раздельному сбору мусора. В рамках программы должны быть оборудованы пункты, оснащенные тарой с маркировкой, обозначающей типы отходов. Система раздельного сбора мусора – это забота об экологии и стимуляции отечественного производителя. Как правильно утилизировать пластик, батарейки и другие виды отходов? Для чего предназначен раздельный сбор мусора и что делают власти республиканской столицы для улучшения экологии? Подробности у Али Баташева. Пластик, стекло и несортируемые отходы. Для каждого наименования свой цвет. Три контейнера для разных видов мусора предназначены для его раздельного сбора. Цель – улучшить экологию и повысить культуру обращения с отходами, говорят инициаторы установки контейнеров. Смысл как раз таки в том этого проекта. Проект называется «Культура обращения с отходами», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов нашей организации уже второй год с 2021 года. И смысл этого проекта в том, чтобы напомнить человеку, каждому из нас, каждому члену общества, о том, что мы ответственны за свои отходы потребления. И что, как минимум, что мы можем сделать, это хотя бы отсортировать их, сдать раздельно и там уже направить на переработку. А дальнейшая их судьба уже, как говорится, в руках переработчика. В Черкесске в рамках проекта «Культура обращения с отходами» уже установлено несколько контейнеров для трех видов мусора. Кроме того, во многих дворах многоквартирных домов рядом со стандартными контейнерами есть и специальные, предназначенные для пластика. Основные базовые правила изучить виды пластика. И, ну, по крайней мере, те, которые можно сдать в переработку. Это ПЭТ-единичка, двойка, шестерка, это в которых десерты там видели, да, наверное, торты всякие пробаются и так далее. Собирать их, отдельно собирать пакеты, как пакеты и пленку упаковочную, пластиковую. Это все сдается в переработку. Из этого всего, вот, например, в городе Черкесске не так давно в этом году открылся завод по переработке, ну, не завод, там мини-цех, наверное, скорее даже завод, это так масштабно звучит. Цех по переработке пластика, пленки, пакетов и производят мусорные пакеты. В отдельных магазинах, например, в «Чистой планете» пластику дарят вторую жизнь. Жидкое мыло, гели, чистящее средство – здесь разливаются в тару покупателя. У нас уникальный проект. Мы за то, чтобы снизить потребление пластика и хотим, чтобы в каждой семье люди поддержали наше движение. То есть не выкидывали использованную тару, а приносили и наполняли эти бутылки, освободившиеся, нашей бытовой химией, которая шикарного качества. Среди коммунальных отходов особую опасность для экологии представляют обычные батарейки. Для них предусмотрен особый порядок утилизации. Батарейки относятся к первому классу опасности. Соответственно, их утилизация в нашем регионе невозможна. И данную функцию выполняет Минприрода. Обратившись к ним, благодаря нашим партнерам «Аон Биосфера», мы открыли у себя пункт приема батареек. И, соответственно, каждый желающий может прийти и сдать батарейки. Высадка деревьев, раздельный сбор мусора – это важные экологические акции, которые помогают сохранить природу и улучшить жизнь всей планеты, говорят представители организации «Биосфера». Кстати, уже к осени контейнеры для раздельных видов мусора планируют установить около школы республиканской столицы. Али Баташев, Ислам Уромов, Вести Карачаева, Черкесия.